всем привет на канале old dutchman сегодня вот я просто еду сейчас с работы домой и без всяких определенных тем решил поболтать кому понравится хорошо не понравится пофиг честно сказать затрону некоторые вопросы очень часто возникающие у меня на канале со стороны разных пользователей допустим каких-то там не знаю просто гостей каких-то залетных или каких-то там скажем нулевых аккаунтов с неопределенным никнеймом состоящим по большей части из каких-то там цифр непонятных букв и человек считает себя каким-то там супер менеджером или еще кем-то или умным в вопросах допустим спорта или еще чего-нибудь ну и сначала конечно я хотел бы вот сделать маленькое такое отступление это будет не отступление это будет вложение в это же видео парочка было таких вот у меня скажем так субтильных посетителей на канале увидевших мои видео допустим карате или восточных и наборствах в частности или какие-то мои собственные выкладки где что-то объяснял какие-то блоки удары комбинации они говорили буквально следующее как будто как будто это один и тот же человек который сидит на разных аккаунтах не знаю так ли это или нет но они говорили буквально следующее уберите пожалуйста это лицо с экрана не невозможно смотреть просто противно вызывает отвращение но я этим людям просто-напросто сказал ребята канал мой рожа лица моя поэтому вам придется смириться с тем когда вы приходите ко мне на канал смотреть какие-то видео и если вдруг вот это вот физиономия появляется у вас на экране вы уж ребята не обессудьте идеальных людей не бывает я конечно не аленделон давай поворачивай блин я конечно не аленделон блин но тоже не квазимода поэтому вам придется смириться с тем что я иногда появляюсь в разных видео поэтому таким вот пользователям или гостям канала которые забегают видя меня сразу хватаются за сердце падают в шоке без сознания я могу посоветовать только одно сделайте с моего лица фотографию поставьте ее около хлебницы чтоб по ночам тараканы пугались и не жрали ваш хлеб хоть какая-то будет польза если не хотите стать платными абонентами этого канала под названием удачка вот я последнее время теперь буду я я буду просто перепрыгивать с одной темы на другую чтобы никого это не шокировало никого это не вызывало какие-то непонятки и так далее просто у меня такое видео все значит я последнее время стал затрагивать очень часто тему политики у себя на канале для чего я это делаю в первую очередь чтобы показать что у меня на канале есть новая рубрика специально для платных абонентов под названием полит-клуб на канале олд дачман сейчас же в той рубрике у меня лежат несколько видео не предназначенных для абсолютно всех пользователей рассчитанных на тех кто привык думать своей головой кто привык скажем так елки-палки анализировать всю ту информацию которую он получает извне потому что очень многие пользователи забегающие на канал и просматривающие видео у меня на канале впервые высказывают свою неадекватную некорректную реакцию по отношению не только ко мне а к тому что происходит на экране поэтому специально по этой причине у меня и была создана рубрика на канале полит-клуб на канале олд дачман пока же вот все эти видео которые я делаю в открытом доступе абсолютно для всех касательно немецкой политики миграционного вопроса темы мигрантов их поведение в стране и так далее я выкладываю это бесплатно для того чтобы вызвать интерес у людей действительно желающих получить достоверную информацию из первых рук какая маленькая какашка пролетела в смысле смартик есть такая машинка страшненькая страшненькая полупластмассовая закончатся у меня идеи именно вот на бесплатные видео потому что все-таки как-никак любая работа должна быть оплачиваема вы ведь не ходите допустим к себе на производство неважно где вы там работаете или вы хлеб выпекаете или вы производите продукты питания молоко там еще что-нибудь или где-то работаете токарем у станка или фрезеровщиком или водителем вы же не работаете за это бесплатно так вы же не работаете за спасибо даром как говорится ваша работа оплачивается поэтому сейчас то что делаю я у себя на канале это можно понять как расценить как рекламу той рубрики которая в скором времени будет закрыта под замок скажем так есть желание обсуждать наболевшие вопросы есть желание обсуждать жесткие острые политические темы пожалуйста можете потом подписываться я еще скажу когда у меня закончится вот это вот бесплатная халява как говорили раньше на халяву и уксус сладкий я вам скажу когда у меня закончится вся эта халява на канале тогда я буду все равно дальше снимать но уже не для общих глаз вернее не для посторонних тракторе кстати помните как то у меня была парочка видео по вот этим вот колхозникам забастовки трактористов и так далее они сейчас прекратили потому что это все-таки люди умные они намного умнее чем фрилансеры намного умнее чем инфлюенсеры или политики они прекрасно понимают что весна это время посева нужно сажать злаковые нужно выращивать овощи фрукты нужно ухаживать за землей он цапли цаплик летит цаплик летит у нас их кстати много очень вот поэтому они пока прекратили свои забастовки естественно они добились некоторых поблажек некоторых снисхождений и отмены идиотских реформ которые у нас наши вот это вот светофорное правительство попринимала потом она вынуждена была многие пункты в этих реформах просто-напросто вычеркнуть для того чтобы колхозники смогли нормально работать смогли нормально покупать ресурсы сырье допустим топлива запчасти для своей аграрной техники чтобы выращивать урожай потому что если не колхозники если не вот эти вот как по немецки бояра то страна нафиг загнется неважно на каком экономическом уровне в мире эта страна стоит если прекратится производство продуктов питания то соответственно блин даже эти политики получающие по 20 25 а то и 30 тысяч евро в месяц кушать ничего не смогут и вынуждены будут пойти в лес собирать ягоды грибы цветочки корешки чтобы хоть что-то покушать ну что сегодня у нас вот да преддверие выходных дней сегодня правда у нас не так сильно жарко на улице как было последние дни нормально отдушина такая легкая но бмв новый поехал вот так что отдыхаем по программе выходного дня ну а что у меня лично программа выходного дня всегда стандартная рано утречка я уже настолько привык просыпаться рано утром на работу я встаю в половину пятого пока всходил в туалет умылся зубы почистил и так далее уже пять с пяти утра как минимум до половины шестого я занимаюсь каждое утро силовой программой гантели штанга обычные гимнастические упражнения дыхательная гимнастика растяжка иногда растяжка потому что я не такой фанат растяжки как другие люди но тем не менее я чтобы держаться в форме постоянно этим занимаюсь так вот я занимаюсь каждое утро силовой программой гантелями штангой я как-то выкладывал у себя на канале некоторые видео по вот этой тематике их можно посмотреть что я делаю как я делаю и так далее вот потом я собираюсь на работу естественно за столько лет я уже с такого вставать слишком рано за столько лет уже привык что когда наступают выходные дни допустим суббота и воскресенье хотелось бы поспать подольше так елки-палки в 6 часов утра или где-то около этого смотрю на часы так ага время почти 6 блин сейчас еще посплю нифига может начать болеть голова наверное возраст фиг его знает организм реагирует так на погоду и поэтому приходится блин вставать и я вот по программе выходного дня спокойно встаю умываюсь и опять занимаюсь силовой программой но силовая программа у меня на выходных днях занимает больше времени чем среди недели если у меня среди недели уходит максимум полчаса на все упражнения которые делаю где по одному подходу где по два у меня нет такой понимаете у меня нет такого вот строгого режима выполнения упражнений допустим если я чувствую нужно уметь прислушиваться к своему организму если я чувствую допустим что сегодня в бодром состоянии проснулся нормально все классно то я могу спокойно любое каждое упражнение сделать там допустим 2-3 подхода по 25 повторений кто-то скажет это мало это фигня ну давай попробуйте блин допустим на гантели на бицепс каждой гантели по 13 килограмм сделай 3 подхода по 25 повторений или штанга 45 килограмм сделай 3 подхода жим лежа с этой штангой на наклонной скамье 3 по 25 но потом я посмотрю и послушаю тебя мало ли это или много вот естественно на выходных днях я делаю или круговую тренировку от каждого упражнения по одному подходу и делаю это повторений по 15-20 в каждом упражнении сделал один круг несколько минут вдохнул пошел по второму кругу и так вот где-то вот 5-6 а то и 7 кругов зависит от настроения или иногда делаю у меня нет такого что я вот гонюсь за каким-то там результатом или еще за чем-то нет или иногда делаю просто там по 3-4 подхода в каждом упражнении как хочется как нравится потому что у меня нет такого стремления где-то там кичится на каких-то выступлениях или еще что-то в первую очередь здоровье в первую очередь физическая форма чтобы быть в тонусе быть в форме и стараться как можно дальше отодвигать вот этот период когда начинают болеть суставы начинают ныть ныть колени локти тазобедренные и так далее человек начинает бегать по врачам чтобы блин как-то излечиться получить какие-то там где-то что-то случилось несется машина сейчас проверят мне у меня где-то что-то случилось пятница короткий день аварии на дорогах без конца особенно на перекрестках кто-то куда-то несется где-то с кем-то врезается кто-то кого-то калечит блин это противно отвратительно можно же спокойно себя вести нет можно так вот я просто вот стремлюсь к тому чтобы постоянно держать себя в форме почему потому что когда вот в девяносто третьем году когда мне у меня была травма позвоночника на этих соревнованиях по тейкондо когда врачи мне сказали что все и все блин но ты еще максимум до 30 лет дотянешь а потом будешь ходить с палочкой потому что травма к сожалению сильная а у нас в Молдавии нет таких врачей которые могут это починить я послушал этого врача что он мне так вот говорил и через полгода блин я начал сам постепенно восстанавливаться я пошел в качалку и мне так понравилось ходить в качалку вы знаете да я полтора или два года с конца девяносто третьего по мая девяносто шестого я ходил в качалку занимался я восстановился именно в физической форме настолько что решил обратно вернуться в восточное единоборство в частности в карате и потом в айкидзюцу мне это понравилось вот до сих пор вот сколько лет уже занимаюсь гантелями у меня дома гантели у меня дома штанга потому что я считаю что базовые упражнения которыми можно поддерживать себя в форме можно выполнять и дома не обязательно записываться в какой-то там фитнес-центр и бегать в этот фитнес-центр там два-три раза в неделю вырывая время у себя для того чтобы блин пойти к примеру в этот спортзал и фиг его знает будут ли вот эти тренажеры свободны на которых ты хотел бы позаниматься или нет потому что особенно по вечерам там очень много людей которые приходят туда позаниматься я ходил в качалку я ходил вот в спортзал я знаю что это такое поэтому я как типа человек-одиночка мне нравится заниматься дома самому доставляет больше удовольствия наслаждения от вот этих вот железных тренажеров железных вот этих вот агрегатов чем к примеру так все нормально чем к примеру сходить куда-нибудь с морзал ну вот я такой человек вот сейчас кстати вот впереди там впереди здание за деревней виднеется там у нас раньше когда-то было тейквондо и т.ф. и вот уже лет по-моему десять в этом здании впереди бразильское джиу-джитсу у нас в городе есть два таких вот скажем так клуба джиу-джитсу вот написано там сейчас автобус приедет он элементы элементы джиу-джитсу вот что ты останавливаешься едь давай все ну я приехала за ним вот в уголок уходит элементы джиу-джитсу муай-тай ммм бразильское джиу-джитсу вот и где-то еще а недалеко от меня недалеко от моей улицы там есть тоже но но то не джиу-джитсу то немецкий вариант ю ю цу она так называется вот скажем так я как-то говорил когда-то не помню уже как появилась немецкая ю ю цу немецкие энтузиасты любители восточных единоборств поехали когда-то в 60-е годы в Японию для того чтобы поделиться опытом перенять опыт у японских мастеров изучали там джиу-джитсу айки дзюцу и когда они поняли что они уже наизучались хорошо они решили вернуться домой и в самолете видно набухались до такой степени что забыли блин больше половины из всего что они изучали и приехав домой они куда ж ты блять лезешь бля ушастая ты блин бмв это так политкорректно выражаясь и вот в самолете они поняли что они больше половины всего забыли что они изучали и блин придумали какую-то свою галиматью на 50 процентов похожую на джиу-джитсу вот с тех пор они так и занимаются немецкая ю ю цу ю цу ю цу даже звучит как-то блин как игрушка ю йо фигня какая-то была но занимаются да лучше пусть занимаются чем сидят бухают день водку или шнапс или еще чего-нибудь уж лучше пусть так занимаются как и вот этот вот блин есть один там блин да не один их там дофига блин кодовая кличка блин у него кеша блин о криминалисты несутся вот это поехали криминалисты значит где-то хорошая авария я бы на раз еще и криминалисты порвали вперед чтобы не дай бог сейчас не столкнуться и не попасть в пробку куда народ несется ну куда народ несется блин ах блин так я говорил я предупреждал ребята что у меня сегодня видео без темы буду говорить как когда-то было кино ты о чем поешь а что вижу то и пою вот так и я я говорю то что вижу если я вижу я говорю если я не вижу то я молчу вот что у нас тут сегодня туда на этом перекрестке кстати тишина вот сейчас вот здесь у меня по правой стороне не вот это вот впереди вот этот пост хофф называется почтовый двор а здесь по правой стороне у нас огромный кинотеатр там по-моему сколько там один основной кинозал и штук по моему 7 или 8 кинозалов поменьше вот здесь вот прямо и тут огромный торговый центр называется у нас он аркады там жутко много магазинов там и кауфланд и то и все и там очень часто минимум пять раз в неделю происходят дикие драки с поножовщиной между вот этими гражданами мигрантами приехавшими сюда из Туниса из Афганистана из Сирии из Алжира блин откуда они только по на их по наезжали из Африки и вот они друг друга что-то там недолюбливают где-то кто-то на кого-то косо посмотрел блин типа блин ты мясоед я веган давай подеремся и начинается драка причем и они устраивают такие драки что иногда прохожие люди блин просто тоже получают по ушам так чисто за компанию поэтому сюда вот очень часто вызывают полицию минимум пять раз в неделю вот вот это вот по правой стороне вот это вот у нас торговый центр но нет нет здесь нету ни скорой ни полиции это значит они поехали куда-то в другую сторону да и вокруг города по автобану блин очень много на выходных перед выходными жутко много аварий происходит случается все что угодно кто-то куда-то торопится кто-то кого-то подрезает кто-то блин забывает что блин существуют знаки блин дорожные на которые нужно обращать внимание прежде чем предпринимать какой-то маневр блин а у нас стать на следующей неделе мне балаган открывается как раз 9 мая может быть сходить снять видео я не такой вот дикий любитель ходить по вечерам чтобы я не понимаю я понимаю там красивая иллюминация там все это вот офигительно смотрится блин фонари вот эти вот в темноте карусели все эти вагончики подсветка смотрится действительно красиво да ну елки блин я не любитель ходить так вот по вечерам поздним блин тусоваться ради того чтобы снять видео выложить его на канале типа типа ради кликабельности не знаю мне проще днем пойти посмотреть погулять также опять сделать видео ну я не особый фанат но я помню когда мы только-только приехали в Германию мы тогда были в лагере для переселенцев в Нюрнберге и там тоже был балаган ох блин как мы там оторвались на всех этих каруселях с женой это просто это что-то с чем-то там помимо обычных нормальных каруселей были такие которые блин переворачивают тебя вверх ногами блин трясут чуть ли не кишки не выматывают с дикой скоростью носятся это не то что это не американские горки там какие-то другие ох блин и таких каруселей вот таких вот экстремальных было там по моему 6 штук таких вот я помню потому что на 5 из них мы покатались мы покатались мы покатались на 6 карусель мы уже с женой не пошли потому что блин во первых мы устали все таки когда на таких идиотских каруселях носишься блин устаешь тоже и физически и ментально скажем так мы покатались на тех каруселях и потом так все нет на эту карусель мы уже не пойдем потому что ну и вон нафиг это для нас она показалась жуткой вот и нам этого хватило потом еще как-то мы уже в другом городе когда мы жили тоже катались там на каруселях так постепенно постепенно а сейчас просто если ходим на валаган просто погулять посмотреть что к чему там может быть там пострелять в тире одно другое там что-нибудь купить там вкусненькое там или вот в магазинчиках там со специями там может что-то посмотреть там для дома купить прикупить не знаю не знаю может быть сходим там на балаган засниму там как-то у меня еще когда был старый старый канал я там делал выкладку видео попал в мясницкий вагончик и там они как колбаски они всякие у них были ой какие там ира и сорта разные и вкусы разные это это просто это было обалденно это было обалденно и то видео тогда у меня было правда тот канал был старенький и подписчиков было мало но тем не менее людям понравилось то видео поэтому может быть я если будет хорошая погода если будет настроение может быть и скажу потому что уже сколько лет мы на этот балаган просто напросто ну не ходили не ходили потому что ну практически основная масса всех вот этих вот аттракционов и в особенно вагончиков вот этих вот в которых можно что-то купить они все одинаковые есть конечно что-то разное там новое ну а в основном оно все одинаково вот рассчитано на выкачивание денег с населения как говорили раньше у нас тут люди по полгода работают экономят для того чтобы приезжает балаган чтобы пойти и за один вечер на каждого просадить по 200 по 300 евро там кружка пива стоит по моему 12 или 13 евро кружка литровое пиво и пол курицы жареной но этой на гриле это вот все на одного человека вот за одну эту порцайку по 25 или 30 евро что-то такое там же еще нужно вот этим вот разносчицам или разносчикам чаевые давать эти люди которые кстати на балагане вот они две недели этот балаган две с половиной недели этот балаган да и они чаевыми зарабатывают по 2 по 3 тысячи это круто блин это круто есть там конечно люди которые постоянные уже такие вот скажем так постоянные сезонные рабочие этого балагана есть конечно залетные блин но вот там чаевыми люди зарабатывают хорошо люди зарабатывают хорошо Вот такие дела, да Ну, наверное, сходим Наверное, сходим, я еще точно не знаю Но, может быть, если будет Хорошая позиция, а то один раз как-то пошли Блин, нормально, нормально Все, только я говорю, давай с ребенком покатаемся На качеле, типа ветерок Вот ромашка, она начинает крутить Потом она поднимает выше Наклоняется и по диагонали мотает Ну, хорошо, пойдем с ребенком Погоняем, покатаемся Блин Сели мы на эту карусель, блин Только она начала крутиться, блин Пошел дождь И вот 5 минут, пока мы на этой карусели там катались Блин, шел дождь Аттракцион закончился Дождь прекратился Блин, мы мокрые, как не знаю, кто, блин, с ребенком слезет Все, хватит Ну, ему нафиг, больше кататься не будем Вот такие вот бывают моменты, да Слушайте, хорошо, ну так вот едешь, блин Спокойно, блин В городе, блин Кстати, да, у нас город, между прочим Многие говорят, что Да, тут, блин, у вас Тофта у вас Скучно у вас, не то Зато у нас относительно спокойный город Относительно хорошо, нормально на дорогах Нет такого, что где-то кто-то кого-то пытается подрезать Или вылезти там, орать Да ты, асталот, где ты провалок покупал Здесь такого нету Здесь такого нет, потому что люди, блин, все-таки более-менее Во-первых, менталитет другое Во-вторых, блин, воспитание другое Воспитание другое И это говорит о многом Нет такого, что действительно вот Ну, кто-то иногороднее, допустим, приезжает Вот перед мной сейчас едет Поршик, он иногородний И если он, к примеру, сейчас где-то тут заблудится Прозевает свой поворот И попытается встроиться передо мной, блин, или Да, ради бога Подумаешь, наоборот Когда идешь в автошколу и изучаешь В первую очередь теорию Там сразу Один из пунктов, которые мы изучаем Относится к тому, что Нужно относиться с вниманием И держать определенную дистанцию Если ты едешь и вдруг видишь иногороднюю машину перед тобой Особенно это касается перекрестков Перестроений на дороге Потому что человек, допустим, впервые попал в ваш город Он едет на своей машине И, блин, внезапно вспоминает Что или навигатор у него говорит Что нужно свернуть здесь И он резко поворачивает Забывая даже включить поворотник Поэтому нужно немножечко быть более внимательным В отношении вот этих вот иногородних А свои, ну, свои Тут у нас в городе, вот, сейчас я вам скажу У нас, грубо говоря, почти 150 тысяч населения Если мы возьмем только взрослое население Скажем так Ну, сколько тут 1090 взрослого населения То из этих 90 тысяч Добрая половина Ну, чуть меньше половины Скажем так 1035 Кто-то чем-то занимается Допустим, очень многие занимаются боксом Занимаются тайским боксом Кикбоксом Тем же самым джиу-джитсу Карате Зюдо Или там, ну, не знаю, еще чем-то И вот представьте Кто-то вас подрезал Вы выскочите И начнете Уверенные в своих силах Начнете этому человеку Да я тебя сейчас по асфальту Размажу Чучело Или как там один мне сказал А чушпан, блин Человек вроде взрослый А такую хрень несет Ну, этот человек хорошо Давай размашь Замахнешься на него Он у тебя свернет шею И все Поэтому у нас все знают Кто чем занимается И поэтому Не важно На дорогах, блин На перекрестках Где угодно Все относятся Друг к другу С уважением А вот у нас Ишпанец едет Испанец Ладненько Не забудьте Подписаться на этот канал Поделиться видосом С друзьями Всем отличных выходных Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok